здравствуйте дорогие друзья я сейчас нахожусь в индии и хотела с вами поделиться некоторыми своими мыслями достаточно с раннего возраста я начала задавать себе вопросы зачем мы здесь куда мы и ответы я искала в религии в частности в христианстве в православии и я помню что на все мои вопросы которые я задавала священникам я слышала один и тот же ответ молись ибо эти мысли от лукавого я послушно продолжала молиться но внутри меня росло какое-то возмущение потому что я не понимала что плохого в моих вопросах почему те вопросы которые я задаю должны быть обязательно продиктованы лукавым они каким-то моим внутренним сущностным которая хочет знать ответы на как мне казалось достаточно просто простые вопросы далее последовали многие годы поиска различных духовных практик гуру людей которые достигли определенного состояния и это было для меня абсолютно очевидно потому что находясь рядом с такими людьми я чувствовала преображение чувствовал атмосферу которая просто в их присутствии возникает и я каждый раз задавала вопросы что вы кушаете как вы спите как вы проводите время как выглядит ваша практика я слышал абсолютно разные ответы кто-то из них мясо ел кто-то не ел категорически и говорил что духовности невозможно достичь если нет ахимсы если человек употребляет мясо кто-то говорил что нужно обязательно чтобы практика выглядела вот так вот так и в ней присутствовали и физические упражнения и медитации кто-то говорил через телесность невозможно достичь духовного и нужна только медитация нужны практики безмолвия около девяти лет я была достаточно глубокой практики духовной и мой день начинался часовой медитации и заканчивался практикой очищения и я задавала себе все те же вопросы я видела прогресс я видела изменения но вопросы которые вам не возникали по-прежнему говорили мне что это не вся полнота это не вся суть и я начала себя даже ругать что возможно я плохой практикант я задавала все те же вопросы только уже другим учителям другим гуру и что я слышала в ответ я слышала что сомнение яд для веры и я продолжала больше медитировать я добавляла свою жизнь больше аскез но потом пришел придя в определенную точку своей жизни я решила остановиться я решила остановиться и просто самой создать некую связь всевышним с тем высшим я с которым я всегда сколько я себя помню чувствовал эту связь и моя молитва была достаточно простой я просила меня привести на данный момент не гуру не к практике я просила привести меня к к нему к себе к к тому чтобы не знать а чувствовать себя частью этого целого и я больше посвятила времени непосредственно своей практикующей деятельности и в деконструкции матрицы судьбы мы видим что каждая проблема абсолютно каждая это определенный затык если можно так сказать определенная остановка эволюционного пути души где-то что-то душа не осознала где-то она что-то не интегрировала где-то что-то не отпустила то есть так или иначе можно сказать что духовная божественная творческая сила которая одухотворяет эту материю которая ведет непосредственно душу в данный момент в каком-то месте эволюционного пути остановилась и при распаковке при восстановлении данного движения мы задавали поле все тот же самый вопрос так в чем же смысл жизни и мы слышали один и тот же ответ чтобы жить и тогда я вспомнила что практически все учителя которые абсолютно разными способами достигли этого состояния когда я спрашивала в чем смысл жизни они говорили жизнь для того чтобы жить но тогда я говорила ладно наверное это по типу я есть столь великое непонятно для нашего разума что мне придется еще долго расти чтобы понять эту суть и сегодня мы видим действительно что сознание и душа они находясь в вечности остаются неизменными и только воплощаясь материю только воплощаясь физику вот в эту вот реальность плотную мы можем меняться мы можем получать не просто опыт мы получишь душа получает те изменения которые ей необходимы и тогда те слова что из библии звучат даже волосы на голове человека не падает просто так начинают звучать и приобретают совсем другой смысл совсем другой окрас мы видим что здесь будь то приготовление еды выполнение своих рабочих обязанностей будь это бизнесмен повар парикмахер это не имеет значения любая деятельность может стать духовной практикой при условии если вы привносите духовный закон свою жизнь и при условии если вы выполняете эту работу настолько хорошо насколько вам возможно при условии если вы любите то что вы делаете если ваша работа если ваше общение если ваша жизнь становится медитацией тогда ваша жизнь становится молитвой тогда нет более духовной практики больше чем сама жизнь если эту жизнь проживать правильно не отыгрывать не отыгрывать модели поведения которые у нас выработаны на основе травмы, не отыгрывать модели поведения, которыми мы нафаршированы как стимул реакции родовыми программами, кармическими реакциями, а для того, чтобы провести определенное очищение и жить, жить в осознанности, жить в действии, жить в присутствии, и тогда духовное заполнит вашу сегодняшнюю жизнь. И тогда не нужно уходить во шрамы, и тогда не нужно отказываться от материального и уходить куда-то в глубокие аскезы, хотя это тоже все нужно. И пост для тела, и молчание для ума, чтобы его очищать, и практики, которые очищают нашу психоэмоциональную сферу, все это нужно, но это только инструмент для того, чтобы достичь определенной равновешенности между умом, душой и телом и действовать осознанно. Поэтому, дорогие друзья, вы можете искать, вы можете спрашивать у других учителей, но я вас приглашаю услышать суть, которую они вам говорят, и вы услышите, что вам все говорят одно и то же, жизнь дана для того, чтобы жить. Так давайте же будем учиться ее не отыгрывать, а проживать, давайте учиться жить в осознанности, давайте сделаем так, чтобы наша жизнь стала молитвой, и чтобы наша жизнь стала тем, для чего мы здесь. Вам большое спасибо!